всем доброго времени суток я рада видеть вас на своем канале и сегодня я в обзоре хочу показать один из наборов dimensions который я вышила чуть меньше чем два года назад вышиваю я много лет но вот идея создания своего вышивального канала у меня появилась недавно я так подумала решила что наверное я сделаю несколько обзоров наборов и отшивов которые я уже давно скажем так вышла и они мне висят и украшают квартиру но я считаю что это очень хорошие наборы красивые дизайны которые может быть заинтересует и вас и я решила на них тоже снять обзоры несмотря на то что они вышиты не прямо сейчас и в сегодняшнем обзоре будет набор dimensions который я тоже также нашла на просторах вышивальных сайтов история у этого набора очень интересная история для меня я как-то в инстаграме листала аккаунты и нашла отшив вот этого набора и знаете так он мне понравился он такой красивый он такой для меня умиротворяющий нежный какой-то очень успокаивающий что я влюбилась в него просто вот с первого взгляда прям знаете настолько сильно влюбилась и из разряда прям хочу не могу отшивать прямо сейчас и поскольку я не видела до этого ни разу этого дизайна хотя ассортимент dimension знаю достаточно хорошо я испугалась что наверное это какой-то раритет который уже давно давно не продается и наверное у меня сейчас будут проблемы с тем чтобы найти и купить этот набор и каково же было мое удивление когда я обнаружила что как раз наоборот это не раритет а наоборот что-то такое из нового но почему-то не очень известные и не очень популярны и я сразу заказала этот набор в магазине мне его через два дня привезли я его забрала буквально чуть ли не бегом прибежала домой сразу набор распаковала и начала вышивать знаете у меня это вот первый раз было такое за много лет когда я увидела отшив моментально захотела очень сильно моментально заказала получила и сразу начала вышивать обычно у меня все равно наборы так или иначе вылеживаются а тут вот я забросила вообще все процессы которые у меня были начала вышивать и вот запой на каждый день вышивала 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 пока не закончила эту картину потом я сразу отнесла в багет оформила и вот она меня настолько вдохновила сильно что я до сих пор смотрю на эту картинку и она меня вдохновляет и настроение улучшает поэтому я сегодня хочу поделиться этой радостью этим позитивом с вами потому что я надеюсь что может быть кто-то из вас тоже увидит этот отшив и может быть вдохновиться так же как я и тоже захочет себе вышить эту картину и будет потом радоваться и получать удовольствие от этого сюжета потому что вот вы видите какой он красивый какой он нежный прям такой умиротворяющий значит вот обложка от этого набора я сохранила все комплектующие значит номер набора 35 330 это дизайн 2015 года дизайн сунг ким вышивается на аиде 14 каунта нежно-голубого цвета вот так выглядит превью этого набора называется деревенский канал велич канал этот набор еще раз повторюсь номер 35 330 конечно он идет в китайской комплектации китайской сборки но я не могу сказать что я как-то негативно отношусь к дименшин с китайской сборки да я очень люблю сама разбирать ниточки сверять их с ключом но в принципе я и точно также позитивно отношусь к наборам китайской комплектации которые уже идут на органайзере ничего там такого не вижу тоже хорошие замечательные наборы значит я сейчас пока уберу сам отшив мы его посмотрим с вами попозже значит что входит набор стандартная схема дименшинс которая многим знакома кто уже вышивал дизайн этого производителя вот такая вот символьная цветная схема но цветная не так что каждый крестик залит цветом а просто вот в несколько цветов указаны символы схема разделена на две части я для удобства отшива или склеивала схему но вы знаете с чем я столкнулась с какой проблемой смотрите листы вот их склеивала то есть на одной и на второй стороне есть схема при этом если эту схему перевернуть то увидите у меня тоже немножечко конечно здесь отклеивается но ничего страшного у меня схема хранится уже в архиве поэтому ничего страшного что она расклеивается и вот наоборот на стороне ключ то есть вот с этой стороны схема а с этой стороны ключ ну я думаю вы понимаете что это не очень удобно особенно если вышиваешь как раз вот эту вот часть сюжета поэтому я сделал фотографию ключа ну вот так вот немножко топорника на скорую руку распечатала ну так пришлось сделать потому что мне нужно было очень быстро с этой схемы что-то сделать я по-моему в один из первых дней отшивы сразу уезжала на дачу и вот у меня что под рукой было у меня не было сканера но я быстренько сфотографировала на телефон распечатала ключ вот так вот на отдельный листочек чтобы можно было сложить схемы вышивать и сразу смотреть в ключ ну и так у меня знаете на ключ и остался в принципе ничего символы видно все видно я и не стала больше ничего улучшать схема достаточно большая схема очень удобная здесь все понятно все символы удачно расположены ничего ни с кем не сливается и вообще в отшиве набор очень очень позитивный ниточек остается много вот у меня такой органайзер остался из набора такой органайзер остался видите я вот так наматываю ниточки когда уже храню остатки набора нарезка достаточно длинные комфортно и у не так я к этим органайзером отношусь скажем так нейтрально но я стараюсь ими не пользоваться по идее предполагается что ниточки постоянно закреплены этом органайзере отрезается ниточка или две или три сколько надо по ключу вставляется в иголочку отшивается и если вдруг нитка не отшита до конца то иголочку можно воткнуть вот сюда здесь такая поролоновая часть можно сюда иголки втыкать ну я так один набор пыталась отшивать не честно говоря не очень понравилось конечно это достаточно мобильно занимает не очень много места но при этом торчащие иголки в этом органайзере не всегда удобно транспортировать если нужно куда-то с этим набором поехать и там вышивать ну например на дачу поэтому я предпочитаю использовать органайзеры фирмы пока наверное я сделаю тоже видео обзор с аксессуарами которые мне помогают вышивать я покажу этот органайзер но если коротко то это такой пластиковый органайзер где есть место для того чтобы ниточки нанизывать есть место куда иголочки вколоть и все это хранится в таком удобном чехле и практически все свои дименшинский сюжет я вышиваю с органайзером пока вот но при этом я все нитки не переновешиваю на органайзер я обычно отрезаю по пасмочке и переновешиваю на тот органайзер и вот здесь вот остались те ниточки которые были не востребованы мне всех цветов хватило даже мне кажется с хорошим запасом остались был отдельный моточек вложен в набор такого тоже мне достаточно осталось ну и было такой ручной работы органайзер для остатков и для блендов которые здесь используются я стараюсь сохранять все ниточки которые остались после набора потому что бывает что девочки просят забрать остатки от набора бывает что нужно несколько ниточек забрать другой набор поэтому я стараюсь все остатки сохранять ну вот я взяла такую картонку простую фигурным степлером сделала дырочки и вот все ниточки которые у меня остались в нарезке я прикрепила сюда чтобы ничего не потерялось все ниточки остались давайте я лучше больше времени уделю и покажу отшив сюжет как вы видите посвящен каналу и домиком которые расположены на берегу этого канала знаете у меня ощущение что это какая-то ранняя ранняя весна потому что вот цветут деревья распускаются кусты и вообще у меня какое-то ощущение такое что это ранее ранее утро когда еще хозяева в этих домиках спят очень тихое утро вода и спокойная никого еще нет на улице и вот такое тихое умиротворяющее утро буквально там через несколько минут может быть через час хозяева этих домиков проснуться поставят на плиту турку с кофе сварят ароматный кофе и и будут завтракать круассанами запивать кофе может быть у них где-то там во внутренних двориках стоят столики за которыми они утро могут позавтракать то есть у меня вот эта картинка вызывает исключительно вот такие позитивные эмоции и мне нравится вот буквально каждая детали этого сюжета давайте я сейчас поближе покажу я оформляю все свои работы в стекло поэтому может быть немножечко иногда будет бликовать лампа в стекле я прошу прощения постараюсь все таки этого избежать вот посмотрите какие детальки у этой работы лодочка ступеньки дверь кусты цветущие горшок с цветами вообще замечательный сюжет конечно я не знаю почему он так незаслуженно не популярен среди рукодельниц я видела так извините ее так сейчас закреплю камеру на штатив я не знаю почему сюжет вот настолько не популярен как я уже сказала буквально несколько отшивов на разных ресурсах я видела и все отзывы по этим отшивом были максимально восторженными сюжет отшивается очень просто и очень легко здесь много полукреста вот здесь вот вышивается где вода полукрест отражение полукрестом здесь вот много в деревьях полукреста и даже там где крест отшивается крестом зоны то там тоже достаточно большие цветовые пятна которые вышиваются легко и я в процессе отшива дименшинсов разных сюжетов обратила внимание что есть отшивы посложнее и есть отшива попроще когда нужно менять очень часто иголку с ниткой буквально отшивая там по два-три крестика я считаю что это сложная отшива дименшинс которые требуют такой кропотливой работы и кропотливого карпения с иголкой с постоянным сменам смены нитки и такие сюжеты конечно по скорости отшиваются очень медленно вот эта работа из категории которую я называю простой то есть взяли ниточку заправили и счете 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 и буквально там за один-два вечера у вас уже начинает получаться такой результат когда видно элементы сюжета когда становится интересно что же будет дальше потому что у вас уже на конве появляется этот сюжет я посчитала размер этой картинки 180 на 140 крестиков и всего было отшито вместе с бэком 18780 крестиков я бы считаю стежками то есть два стежка бэка это один крестик вот вместе с бэком получилось 18780 крестиков при средней скорости 250 крестиков в час это примерно 75 часов работы то есть в принципе этот сюжет даже спокойными темпами за месяц-полтора можно отшить и в преддверии наступающей весны я прям очень хочу вас вдохновить на этот сюжет потому что он продается в магазинах он доступен и он действительно приносит столько радости столько вот этих вот позитивных эмоций и от процесса отшива и от процесса потом созерцания этой картинки вот я сейчас еще попытаюсь поближе вам показать вот эти элементы сюжета домики деревья посмотрите как хорошо все проработано бэка здесь немного да вот очень часто бывают димыншин все много бэка и детали прорабатываются именно им вот здесь бэка немного то это вот работа из димыншинсов действительно максимально простая видите здесь бэком обшивается мостик вот эти вот кирпичики тоже создаются за счет бэка и более четко прорисовывается граница домика вот эти все углы крыша ствол дерева но посмотрите какая красивая картина вот вы знаете я даже сегодня была рада снять эту картину со стены для вас чтобы еще раз вот вместе с вами вот так вот просматривать детальки она у меня висит на стене напротив кровати я каждое утро просыпаюсь и так смотрю на эту картину и она мне вообще нисколечко не надоедает вот я очень люблю канал и люблю воду люблю путешествовать и знаете вот этот сюжет он для меня сочетается с точки зрения двух моментов первые моменты с одной стороны это то что я уже когда-то видела это очень похоже на бельгию на брюге это немножечко похоже на возможно амстердам но домики не совсем похоже но вот тоже есть там такие места но с другой стороны очень хочется поискать в интернете найти какие-то вот еще такие деревушки и такие места где есть подобные домики и подобные каналы потому что это конечно по-своему очень уютные места и там действительно хочется находиться там хочется гулять там хочется пить кофе с краса нам почему-то у меня вот такие сюжеты вызывают вот подобного рода ассоциации и причем не обязательно даже это делать весной все равно природа будет красивая в любое время года тем более что но в европе конечно теплее чем у нас и там все дольше цветет но вот у них как раз характерно вот так вот выставлять катки с цветами с растениями высаживать пышные кусты около крыльца его действительно смотреть из окна или выходить и сразу видеть все вот эту вот красоту поэтому вот эта картина для меня как-то стало очень очень близко и действительно вот вдохновляет скажем так я благодарна компании dimension за то что у них вышла вот такая разработка и еще знаете такой позитивный момент связанный с этой картиной о котором я изначально совсем не думала но он сам собой случился когда я начала вышивать эту картину как-то знаете вышивала просто наслаждалась сюжетом наслаждалась работой потому что нашим был простой и в какой-то момент по моему уже ближе к концу к завершению работы я так смотрю думаю домики домики в сюжете ой домики же вышиваются на примету я ничего не загадывал когда начинала вышивать как-то вот я вам рассказала я очень быстро вдохновился отшивом я очень быстро начала вышивать ничего не загадывал ни о чем не думал просто начала вышивать и вот в конце отшива у меня промелькнула мысль что здесь же домики домики вышивают на примету и это посмеялась думаю забавно вдруг примета сработает и вот после того как эту картину оформила буквально через очень короткий промежуток времени наверное через месяц или через два у меня сам собой закрутился внезапно процесс покупки жилья и он очень быстро случился и я купила себе жилье и таким образом я могу сказать что примета сбылась хотя ее не загадывала но вот эта картина принесла мне удачу и примета по связана с тем что отшив домиков помогает купить недвижимость она вот сработала поэтому такая картина которая приносит удачу не знаю вот наверное как-то так эти приметы складываются когда кто-то один отшил у него случилась примета то другой отшил случилась примета может быть вот кому-то эта картина еще тоже принесет вот такую удачу поэтому мне вдвойне приятно это смотреть на этот сюжет он не могу вы знаете я наверно про эту картину могу говорить очень долго потому что вот она прям одна из моих самых самых любимых в плане того что я уже отшивала вообще любых производителей и димэш из том числе и я наверное могу очень долго смотреть на этот отшив что-то рассказывать 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 но очень красивая картина я буду очень рада если кого-то смогу вдохновить тоже на отшив но ведь она прям очень такая объемная глубокая картина и мне конечно удивляет и радует как диман прорабатывает сюжет и вот когда такой создается прям 3d эффект ощущение что ты погружаешься в эту картину и что она такая многоуровневая и есть какие-то элементы вот на переднем плане это элементы на заднем плане такой все очень-очень нежная мягкая и красивая прям не могу люблю эту картину очень ну на этом наверное я закончу обзор этого набора я напомню что это набор dimensions номер 35 330 называется деревенский канал размер работы 33 на 25 с половиной сантиметров и вышивается на 14 аиде то есть совсем не мелкий каунт что действительно добавляет комфорта в отшиве пишите в комментариях понравился ли вам этот сюжет может быть вы вдохновились на его отшив давайте обсудим на этом все я рада видеть вас на своем канале спасибо что смотрите видео всего хорошего пока